А что это был за чемпионат? Где проходил? Проходил он не далее, чем как в эти выходные. В городе Чжэньчжоу, это Хинань, провинция Китая. Кстати, очень интересное место, историческая провинция, с которой начался Китай. Там, может, когда-то такой прекрасный император, его звали Цишхуэнди. Это тот император, который объединил китайские провинции и назвал это все под небесами. Отсюда и слово «поднебесное», которое обозначает Китай. Но суть не в этом. На самом деле, это очень большой, напряженный и индустриальный город, который мне совсем не понравился. Ну, не суть. Значит, турнир этот называется VLF Wars. VLF в китайцах звучит как-то совершенно по-своему. Там, то ли вэйлипонг, то ли как-то так. Я, честно, не запомнил. Это трудно для моего понимания. Этот турнир – это телевизионный проект, который китайцы регулярно проводят. То есть, они стандартно проводят раз в месяц турнир. Просто иногда этот турнир пока один, а иногда по ММА. И, например, в этот раз дрались 26 пар. Система турнира обычно довольно стандартная, как Китай против всего мира. То есть, они берут бойцов из разных стран. То есть, в этот раз были дагестанцы, были бразилец был. Были не узбеки, а таджики, казахи, был киргиз, украинцы были. И, по-моему, немец. Но, значит, немцы не уверены. Значит, и проводят, естественно, схватки между этими спортсменами и представителями Китая. Ну, как бы, как любому нормальному, патриотически настроенному болельщику в любой стране. Интересно посмотреть, как, например, было бы, как украинец, подрался с американцем. Вот и китайцам тоже это интересно. И вот так вот каждый месяц делают турниры и выкладывают их по китайскому телевидению. Вот. Что еще можно сказать об этом турнире? Уровень турнира мне, на самом деле, очень понравился. Особенно мне понравился уровень судейства. Потому что китайцы не пожалели денег и взяли судей из UFC. Там были, например, такие интересные люди, как... Его зовут Стив Персиваль. Стив Персиваль и его коллега. Это два рефери из UFC. Могу показать, если интересно. Вот это он. Это Стив Персиваль, рефери из UFC. Ну, это уже фотка в неформальной обстановке. Мы просто завтракали. Ну, а так как я, вроде как, неплохо владею английским, благодаря моей маме, преподавателю, то я смог найти с ним, так сказать, коммуникацию. И мы с ним интересно пообщались. Вот. Поэтому уровень судейства там, конечно, был прекрасный. Ну, и надо признать хороший уровень гонорара в Китае. Потому что гонорары в Китае начинаются от 1200 долларов за бой. То есть от... Это самая нижняя планка. А самую высшую планку я, к сожалению, пока назвать не могу. Но, надеемся, скоро я ее узнаю. Ну, это чемпионат профи, да? Да, это профессиональный турнир. Сколько участников было? В этот раз было 26 пар. То есть 26 пар – это 52 спортсмена. Как вообще, ну, в данном случае, на этом чемпионате уже делал отбор и как ты туда попал? Ну, на самом деле, у нас есть такая прекрасная промоутерская компания, как Paris Viet Promotion. Paris Viet Promotion в свое время подписал договор с Китаем о том, что он поставляет спортсменов, я не помню, то ли с территории только Украины, то ли вообще с территории СНГ. Но Paris Viet Promotion работает довольно серьезно. Наверное, все-таки СНГ, потому что они также азербайджанских спортсменов тоже поставляли они. И Paris Viet Promotion проводит отбор здесь, на территории Украины. Соответственно, этих спортсменов, видеозаписи их поединков, видеозаписи и записи эгрегалей, они представляют китайцам, а китайцы, в свою очередь, уже подбирают непосредственно для каждого своего соперника подходящую ему пару. То есть, либо, ну, в зависимости от своих целей. Конечно, китайцы, как и любой другой патриотически настроенное шоу, стараются подобрать так, чтобы их спортсмен выиграл у спортсмена-оппонента, но получается не всегда. Вот, как-то так. По какому виду единоборгского проходишь? ММА, смешанные боевые искусства. А ты вообще чем занимаешься? Смешанными боевыми искусствами. Я просто знаю, ты мастер спорта по твоему виду мастер? Да, мастер спорта по панкратиону, мастер спорта по форкингу и выполнил мастера спорта по боевому самбо, но я его выполнил, а присвоен он не был. То есть, грубо говоря, я норматив выполнил, чемпионат выиграл, но корочку мне не вручили. Как-то так. Такой вопрос, Кирилл. Ну, я знаю, что в детстве я довольно серьезно болел. Вот как вообще вот реально пройти путь вот такого болезненного мальчика, ребенка до чемпиона до мастера? На самом деле вся благодарность лежит на таком человеке, как Кузьменко Василий Иванович. Это мой отчим и по самим свидетельствам все время он занимался тем, что тренировал деток УШУ. Он просто, когда... Ну, он мой отчим, и когда он начал встречаться с моей мамой, он просто взял меня за шкирки и утащил в спортзал. Ну, конечно, вся семья была против, все кричали нельзя, ему врачи запретили прыгать, врачи запретили бегать, врачи запретили жить, и вообще он овощ. Ну, это я образно, но близко к этому. Но он был с этим не согласен, и вообще он, ну, скорее всего, довольно отдаленно воспринимал то, что думают врачи, и привел меня в зал. Да, сначала было тяжело, мы шли реально через боль, была лавочка, это детское воспоминание, была вот такая лавочка. Вот она действительно была маленькой, небольшой, но у меня типа нет куска икроножной мышцы на левой ноге, его типа отрезали. Ну, у меня есть комбаловидная налево, а икроножная нету, а на правой есть икроножная. Но из-за того, что на одной ноге икроножной нету, а на другой она есть, то, ну, как бы происходит такая штука, как компенсация, да, компенсация качеств. И мой центр тяжести смещен постоянно вперед, он находится на колене. Отсюда у меня крепкое бедро, но отсутствуют икроножные мышцы. Ну, если интересно, могу показать ноги, они очень тонкие. И из-за этого в детстве я на эту лавочку запрыгнуть просто не мог, ну, то есть все могли, а я не мог. Но опять-таки батю это не останавливало, он взял резиновую палочку-мотиватор, который бил меня по жопке. И после пары падений, через слезы, боли, я таки запрыгнул на эту лавочку. После лавочки мы взяли стул и повторяли всю эту процедуру до победного конца, как говорится. Ну, и оказалось, что несмотря на проблемы с ногами, у меня есть хорошая координация движений. Ну, это, наверное, связано с тем, что я гном, типа, все маленькие люди, из-за того, что, во-первых, у них короткие рычаги, у них, в принципе, большое, близкое приложение силы. И как бы нужно меньше мышечной массы для того же уровня физической силы, чем для человека высокого. Ну, потому что у высокого человека на его, грубо говоря, кости и на его длинный рычаг вся эта та же мышечная, тот же объем мышечной массы, ну, он растягивается. И его приложение, ну, как бы меньше. И второй момент, что координация движений. Ну, все маленькие люди обычно довольно ловкие. Ну, и как бы вот эти два нюанса сподвигли меня тренироваться. Ну, и как бы у меня не было выбора, резиновая палка все еще маячила над моей задницей. И как бы я начал заниматься, ну, лет до 15 я довольно серьезно занимался, ну, именно УШУ, потом начал параллельно пробовать. Но надо признать, что именно благодаря Василию Ивановичу и УШУ я вообще, в принципе, стал спортсменом и чего-то добился. Потому что даже, когда я занимался потом борьбой и другими видами спорта, именно координация движений и двигательная база, которую мне дали в УШУ, она помогала мне одну и ту же информацию. То есть наравне с людьми, которые приходили вместе со мной тренироваться, я, ну, реально осваивал намного быстрее, именно потому что у меня была база. Вот как-то так. В каких соревнованиях, крупных, солидных, официальных здесь в Украине ты принимаешься? Ну, в принципе, в Украине я стараюсь драться по возможности, ну, во всяком случае, старался до прошлого года драться по возможности везде, где можно подраться. Я был призером чемпионатов и кубков Украины по боевому самбо, по панкратиону, по фортингу. Выступала по комбо джиу-джитсу и тоже был призером чемпионатов Украины. Был призером чемпионата Европы по боевому самбо. Ну, и, в принципе, благодарен всем этим видам спорта за очень хорошую базу. Потому что за счет того, что там ты постоянно сражаешься в большом количестве сетки, то, ну, то есть с разными людьми у тебя, ну, до конца мандраж не пропадет никогда. Ты все равно испытываешь какую-то ответственность, испытываешь какое-то волнение, когда выступаешь, особенно на нормальном уровне. Но, когда ты сражаешься с многими людьми, ты понимаешь, что все мы люди, и какой бы ни был твой соперник сильный, есть какие-то слабые стороны, которыми можно воспользоваться. И такие же слабые стороны есть у тебя, потому, как говорится, некий выпендриваться, и отхватить можно каким бы ты ни был супермастером. И вот соревнования это понимание дают, ну, и дают опыт. То есть ты оцениваешь человека по его антропометрическим... Но на соревнованиях ты не знаешь чаще всего, с кем ты будешь сражаться. Если это не в профессиональных поединках, ты знаешь об этом. Тебя изначально предлагают, говорят, там, вот, мы можем сделать бой с Ивановым Иваном Иванычем. Вот его бои, типа, вот он его регалии. Он, условно, там, поищи в интернете. И начинаешь сказать в интернете Иванова Ивана Иваныча. Смотришь, там, он пропильный боксер, условно, да, у него база из бокса, значит, надо прыгать ему в ноги. Ну, то есть в профессиональных поединках механизм такой. Но в аматорском спорте, в аматорских чемпионатах ты чаще всего понятия не имеешь, с кем ты будешь сражаться. То есть этот человек обычно, точно так же, как и ты, просто тренируется и решил себя попробовать. И ты не знаешь, в чем он силен, в боксе или в борьбе. Ну, если только он не спортсмен известный, и ты просто с ним лично не знаком, или не знаком через кого-то, или о нем не знаешь. Век интернета, можно узнать обо всех. И поэтому эти соревнования учат тебя очень быстро адаптироваться к незнакомым людям. Ты стараешься смотреть на его антропометрию, то есть высокий, он низкий, широкий, он или узкий. Оцениваешь его, там, определенные качества, исходя из того, как он ведет поединок, и ты стараешься подстроиться под это сразу. Ну, то есть в этом польза аматорских видов спорта. И надо признать, что пальму первенства в моей жизни по количеству и качеству выступлений, наверное, несет панкратион. Панкратион, ну, был прекрасной базой для, вообще, в принципе, выступлений. Я знаю, что ты закончил МФИС. Насколько спортивное образование помогло в твоей деятельности и в жизни вообще? Если ты действительно хочешь что-то знать, там есть преподаватели и базис, которые они готовы тебе дать, если ты будешь слушать. И чаще всего, конечно, есть неприятные исключения, но чаще всего они дают действительно важные знания. То есть, во всяком случае, в подготовке, в вопросах физиологии, анатомии, биохимии и прочих действительно нужных спортсмену вещей, они, как бы, ну, просто прекрасны. И я им очень благодарен. Это действительно помогло мне в спортивной карьере. Вопрос в том, насколько это помогает по жизни, тут уже более спорный, потому что, ну, вот, закончил я институт физкультуры, и кем мне теперь быть? Тренером в детско-юношеской спортивной школе. Ну, я, как бы, и сейчас на полставки тренер в детско-юношеской спортивной школе. Но вопрос в том, что, учитывая уровень зарплаты в детско-юношеских спортивных школах и вообще в государственных учреждениях, то... Уровень детский. Ну, да, то есть, то я потратил 5 лет зря, типа, ну, с точки зрения логики именно финансовой. Но с точки зрения знаний университет действительно их дает. Кстати, чем, ну, помимо тренеровок, помимо спорта, чем еще вы здесь занимаетесь? Блин, ну, на самом деле, если опять-таки вопросы работают, то в данный момент я стараюсь совмещать три деятельности. По возможности деятельность спортсмена, параллельно деятельность персонального тренера. Есть, как бы, люди, которые не всегда могут заниматься в группах по причине отсутствия времени или отсутствия, скажем так, где-то скромности, может, даже не скромности, а это называется застенчивости, стеснительности. Или по вопросам плохой подготовки, или, возможно, им нужно что-то специфическое. Например, они приходят не ради единоборства, а ради похудеть, а кто-то, наоборот, ему плевать на свою внешность, его интересует, его эффективность, он хочет в баре всех рубить. В общем, и третье, стараюсь к этому всему, иногда подрабатываю на детективное агентство. Ну, как-то так. Ну, я этого не скрываю, это реально интересно и прикольно, там, последить за неверными женами или злыми дядями, ну, это как-то добавляет в нашу довольно пресную жизнь какой-то элемент кино, вот. Поэтому я даже этому агентству благодарен за эти возможности. А ты сейчас ки вяжешь? В основном, да, на Академгородке. Родился в Буэрке, становление, как взрослого человека, как спускайно проходило в Буэрке. Что для тебя Буэрка сейчас? Блин, ну, это, на самом деле, родина. Ну, я всегда приезжаю, раньше, я никогда не ценил, раньше думал, что Буэрка, ну, вот, пригород Киева, тут, а вот я поеду в Киев, и там, вот, я стану там большим и красивым. Ну, большим не стал, да, красивым тоже. Проблема в том, что, даже не проблема, нет, это, наверное, даже радость. И сейчас я возвращаюсь в Буэрку, и я чувствую, ну, знаете, когда, как прийти кораблем в Тихую Гавань. Во-первых, это очень спокойный, это родной город, я прохожу по уличкам, там я учился, тут я там, там меня кирпичом бахнули, там, там еще что-нибудь. Ну, это реально было интересно. И вот я встречаю людей с Буэрки, они все такие улыбчивые, прикольные, там, с кем-то, опять-таки, ты учился, с кем-то знаком, и это все наполняет очень теплыми чувствами. Киев – это город возможностей, но он бездушный. В нем, это город каменных мешков. В Киеве ты действительно можешь заработать, там гораздо больше именно возможностей, но в Киеве всем на всех плевать. А здесь все друг друга знают, и это создает какой-то, ну, не всегда, конечно, у нас тут есть свои проблемы, особенность, ну, проблема наркомании в Буэрке, это вообще нечто. Не тыкая пальцами, у меня возле дома, как минимум, парочка, скажем так, маркетов, торгующих веществами. Но, но все равно это одна такая большая милая семейка. Ну, это мое мнение. Ну, может, не семейка, но такой социум, который все друг друга знают. Это один большой школьный класс после выпуска. Оригинально. Ну, и такой еще вопрос традиционный, скажем так, ближайшие планы, что к чему будешь стремиться, к чему готовиться, ну, и вообще. На самом деле, сейчас я хочу расширить свой профиль. Я понимаю, что спорт – это очень важно, интересно, я буду продолжать развиваться в этом направлении. Но настоящий мужчина должен в первую очередь иметь развитые мозги, извилинки в голове. Ну, а как бы удары по голове не всегда этому способствуют. Поэтому нужно компенсировать. Я хочу в данный момент, вот деньги, которые я заработал на этом поединке, я потрачу на прохождение курсов. Я хочу освоить IT-сферу. Как бы, в принципе, сейчас есть такая возможность, и есть время, и есть финансы, почему бы этим не заняться. Это никак не помешает мне продолжать спортивную карьеру, но зато у меня будет отличный бэкграунд. Я в любой момент смогу закончить и не думать, где мне взять кашу на обед. Ну, вот как-то так. Ну, и не знаю, войдет ли этот вопрос, соответственно, ответ в интервью. Значит, как-то, когда мы познакомились с твоим отчимом, это было довольно таки комично. У него дракон-татуировка. Да. Вот, но в растительном орнаменте, в селе растительного орнамента. Вот, я спросил, говорю, Вася, а дракон откуда? Он говорит, какой дракон? Это Ива, да не говорю, это дракон. Так вот, татуировки. Татуировка что-то означает? Да, у меня их две. Та, которая на руке, это татуировка с, скажем так, религиозным форматом. Я язычник скандинавского направления. Вороны на моей руке. Да, это вороны, просто у меня очень ровнорукий татуировщик, который их набил, не совсем похожих на ворон. И кто-то говорит, что это гуси, кто-то издалека сказал, что это медведь. Ну, в общем, вариаций было масса, но нет, это вороны. Это Хугин, а это Мунин. Хугин и Мунин в скандинавской мифологии обозначают интеллектуальные качества человека. На самом деле, это аллегория. То есть, Хугин и Мунин – это вороны Одина. Один – это верховный бог, бог мудрости, а Хугин и Мунин – это разум и память. Это их имена. Они летают по миру, смотрят, что творится, и все это рассказывают Одину. Ну, как бы для любого здравомыслящего человека, который понимает, что это аллегория, для меня это значит интеллектуальные качества. Что качалка, борьба, бокс, все остальные единоборства, стрельба из пистолета, бросание в людей тапочком – это все прекрасно. Это все развивает в тебе качество воина. Но если ты не воин, а тупой бык, то, ну, это не сделает тебя успешным. Как-то так. А вторая – это просто мотор от мотоцикла на спине. Ну, как бы, я просто люблю мотоциклы.